Безопасность, стабильность, развитие. Именно эти темы стали главными на переговорах президента Беларуси и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. В последнее время в СМИ появляется немало новостей по тегам белорусско-российского сотрудничества. Например, недавние двусторонние переговоры Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи был анонс и на предстоящие встречи политиков. Ближайшее состоится в июне в Минске в рамках заседания Высшего Госсовета. Повестку и дату саммита глава белорусского государства сегодня обсудил с руководителем внешнеполитического ведомства России. Министерство иностранных дел двух стран сейчас ведут большую работу по подготовке Минского заседания. Стратегическое партнерство объясняет широкое поле взаимных интересов. Белорусско-российские отношения отличаются высоким уровнем взаимодействия по самым разным направлениям – от политики и экономики до социальной сферы и культуры. По итогам прошлого года товарооборот Минской Москвы составил более 32 миллиардов долларов. На долю России приходится и более трети иностранных инвестиций в нашу страну. Александр Лукашенко и Сергей Лавров конкретизировали вопросы взаимодействия. Особое внимание интеграционной тематики в контексте союзного государства. Обсудили и международную ситуацию. «Позвольте вас еще раз приветствовать в столице вашей Беларуси, родной, не чужой, я в этом абсолютно уверен. Приводил, всегда привожу, как пример для всех наших ведомств, и белорусских, и российских, как образец сотрудничества между Министерствами иностранных дел Беларуси и Российской Федерации. Не для того, чтобы похвалить министров, но благодаря всем, конечно, министрам вы всегда находите взаимопонимание, вы всегда планируете и исполняете планы, в отличие от многих-многих планов, которые у нас существуют в разных интеграционных, в том числе структурах. Но сегодня очень важная встреча в том плане, что мы встречаемся в канун заседания высшего государственного совета. Нам надо еще раз с вами обсудить, может быть, даже детали этого мероприятия, уточнить, если нужно дату. У нас, в белорусской стране, пока нет никаких изменений в этом отношении. Если есть какие-то у российской страны вопросы, мы готовы обсудить, потому что знаю, что вы переживаете непростой период формирования и вхождения в нормальный ритм работы правительства. Это тоже очень важный момент и момент планирования перспектив развития Российской Федерации. Поэтому, если будут какие-то вопросы, я не вижу здесь никаких проблем. Если все остается по-старому, значит, мы так и будем ориентироваться на его проведение. Ну и вторая причина важности сегодняшней нашей с вами встречи. Все-таки, как мы отмечаем постоянно, мы вас видим во всех точках нашей планеты. И хотелось бы, что называется, с первых уст услышать ваше мнение, ваше впечатление. И самое главное, исходя из этого, намекать перспективы нашего сотрудничества в международном плане. Спасибо, Владимир Александрович. Передаю самые теплые приветы и наилучшие пожелания от Владимира Владимировича Путина. Вы совсем недавно с ним общались в рамках Высшего Евразийского экономического совета. И действительно, сегодня в ходе очень подробных доверительных переговоров. И вчера мы начали уже эти переговоры с Владимиром Владимировичем Макеем. Мы обсуждали, прежде всего, подготовку к Высшему госсовету. У нас пока нет каких-то препятствий, которые заставляли бы менять подход к этому мероприятию. Но, конечно, те, кто за него непосредственно отвечает, должны еще подтвердить и дату, и повестку дня. Важно, что выносится на утверждение очень такой серьезный стратегический документ приоритетных направлений дальнейшей задачи развития союзного государства до 2022 года включительно. И, конечно же, мы по линии министерств иностранных дел условились держать под плотным контролем всю работу, как которой задействованы и другие ведомства правительств наших двух стран. Стоит отметить, визит Сергея Лаврова в Минск стал первым рабочим после переназначения на должность главы МИД. После часовой беседы с главой белорусского государства дипломат сделал заявление для прессы. На встрече рассмотрели весь спектр двусторонних отношений, в том числе возможности расширения сотрудничества ЕАЭС с другими государствами и интеграционными объединениями. Обсудили и экономические проекты, которые, по оценке Сергея Лаврова, развиваются весьма успешно. Говорили, конечно же, и об отношениях между нашими странами с одной стороны и Евросоюзом и Североатлантическим альянсом с другой. У нас единая позиция, мы союзники, мы не ищем ни с кем конфронтации, хотим развивать равноправные, взаимоуважительные отношения на основе принципов взаимной выгоды и равной неделимой безопасности, когда никто не обеспечивал бы свою безопасность в ущерб безопасности других. На таких основах мы готовы вести диалог со всеми без исключения странами, в том числе диалог, который сейчас начинает активно развиваться между Евразийским экономическим союзом с одной стороны и зарубежными партнерами. На переговорах в белорусском МИДе главы внешнеполитических ведомств двух стран Сергей Лавров и Владимир Макея обсудили расширение взаимодействия в торгово-экономической сфере, а также сотрудничество в рамках интеграционных объединений, говорили о ситуации в Сирии и Украине. По словам Владимира Макея, политический диалог между странами развивается поступательно и последовательно. Итогом встречи стало подписание соглашения, которое позволит иностранным болельщикам без визы въезжать в Россию через Беларусь во время Чемпионата мира по футболу. Такой же безвизовый принцип будет действовать и во время проведения вторых европейских игр в Минске. На период проведения Чемпионата мира по футболу в этом году для иностранных болельщиков будет действовать безвизовый режим на территории Беларуси с 4 июня по 25 июля 2018 года. А российская страна, в свою очередь, предоставит в следующем году право безвизового въезда и пребывания на своей территории иностранным болельщикам, которые будут следовать на вторые европейские игры в Минске. Существенное внимание в ходе переговоров было уделено работе над межправительственным соглашением о взаимном признании виз. Мы шаг за шагом приближаемся к тому, чтобы снять те проблемные вопросы, которые существуют в этом плане. Мы договорились, как конкретно и предметно двигаться дальше в этом направлении. Также в ходе визита в Минск Сергей Лавров выступил в Академии управления при президенте с лекцией о принципах внешней политики России и отношениях Минска и Москвы.